welcome back to my channel дамы и господа приветствую на канале в общем есть у меня полтора часа рыбалки сегодня я иду на английскую набережную пройдусь вон туда ветер восточный боковой будет не камильфо но попробуем начну сейчас вот здесь под мостом ловлю вот тут вот прекрасно таки есть обратки где может стоять окунь попробуем кого-нибудь поймать походить сегодня вновь тестируем смита филдрима 60 пятичастника снова сейчас оснащу его двумя граммами но единственное что я в попыхах выбежал и не взял катушку на которой у меня намотан нанофил 008 буду ловить двумя граммами на 004 нанофиле конечно это не камильфо при зацепах шанс выдрать приманку будут очень так скажем минимальный но попробуем если позволят условия может быть спущусь до грамма но начну с двух в общем сейчас спускаюсь вниз под мост начну оттуда и посмотрим что за полтора часа удастся поймать на английской набережной попробуем начнем с под моста надеюсь ничего крупного мне не попадется так как нанофил 004 ничего этого крупного не вытащит тут можно не питать каких-то иллюзий на этот счет что можно вытащить что-то крупную на таком тонком шнуре тем более с такими высоченными набережными даже не подниму ну конечно лоханулся я очень и очень серьезно не взяв другую катушку поклевочка еще поклевка а есть о хороший какой окуняшечка это ого шикарно опа опачки вот такой вот красоту чик но сколько он тут грамм но грамм 150 то по диезня вверх крючки бороды нет у меня безбородых крючков с широким ушком все они безбородые крючки с маленьким ушком для нахвостовой ловли и на чебурашки они не налазят к сожалению вот такой оцените первый шикарный приятный блин переживаю за шнур конечно что он тоненький у меня сегодня елки-палки как же так все отпускаем рыбку с фото им только сейчас сфотографируем папа спасибо рыба да вот здесь вот идет здесь от обра . так и вот вот здесь вот именно поклевки случились пробуем снова здесь заполучить поклевку конечно может быть бы утяжелиться грамм до 3 4 еще бы лучше было бы приманку бы не так сносила бы быстро и окунь бы может быть более бы так сказать активно бы жадно бы хватал нежели ему приходится за этими двумя граммами гнаться которая от него сносит ему надо успеть догнать рассмотреть и хапнуть но тем не менее опоклевка есть небольшой тем не менее они интересуются гонза в таком машина масле что в карамельном не нашел мне нравились карамел карамельки что-то перерыл всю свою поясную сумку ой прости как у них перерыл всю свою поясную сумку но карамельку не нашел ну вот такая зеленоватая какая-то машиночка тоже неплохо себя показывает есть поклевка есть хапа мелкие на такую приманку 114 4 дюйма с удовольствием отзываются какие даже мелочи на можно было конечно поставить флюрик 009 но блин конечно с ним бы реализация была бы еще бы куда больше но хочется на шнуре вот этих ударчики почувствовать цель не чтобы там шнур в микроджиге почувствовать рельеф дна там еще что-то нет мне не надо тут чувствовать дно рельеф его мне тут главное чувствовать поклевочки рыбки ударчики то что я все равно приманку веду пелагики не опускаю на дно вот здесь вот водоросли цепляется о поклевка кто-то догоняет у меня снесло приманку уже к берегу веду в пелагики эти два грамма на дно не опускаю потому что дно это сразу же зацепы это только с овсетником овсетниками вообще не ловлю никогда когда-то пробовал вообще не понял эту снасть столько холостых поклевок столько не засечек чтобы блин оксетник проколол резину схватил проколол губу рыбы нет я как бы открытыми крючками пользуюсь вот на шнуре очень очень классно чувствовать тычки этих окуньков сейчас приманку меня унесло вниз по течению сейчас я буду ее помаленечку тащить кверху приманка на шнуре болтается подвисает соответственно есть шанс что окунь как раз на этой проводке должен схватить что ему не надо гнаться за приманкой устремляющейся вниз по течению быстро опа а ему надо просто схватить и подвисую на течение и вот она в какой длинный про продолговато такой продольный до окушок вот именно в этом положении приманки вам с удовольствием их хватает и и вот вновь приманку унесло течением вниз и сейчас я ее буду помаленьку под бросиками подтягивать в толще не давая упасть на дно к себе и надеяться что снова подвисую приманку кто-то схватит есть вот это уже побольше предыдущего пытается убежать не тут-то было пачки приходят приятный акушок есть а свалился крючки конечно не самое хорошее все не знаю сколько им лет лежат у меня в коробочке такой микро джиговой с большим ушком еще так они еще не такие зигзагообразная такая у них цевьё так зигзагом сделано ну наверно в надежде что с такого такой формы загнутости не так наверно будет приманка сползать хотя сползает она все точно так же как с прямого цевья разница не вижу стаскивать приманку махом в этом случае должны быть крючочки с дополнительными бородками на целье тогда да действительно приманка будет держаться более уверенно ну давай 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 да папа есть добром опах какой ты рыбки а упал в воду вот про то я говорю что крючки не очень проволока толстая по запас какой-то застренности не тоже по страте непонятны вот рыбка хватает а прокалывают они и не уверена на случай к случаю есть добрал 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 не успел крючок цепануться за водоросли как рыбка схватила и убежала хотя цеплять не надо да да крючки конечно тонное фуфло вот нашел застяжку застежечку 2 0 не 3 в общем такие монтажи когда что-то надо привязать не как вольфрамову дробину на цевьё наматывать а обычно быстро привязать значит я вообще в интернете эти узлы есть вот так вот продели потом сделали петельку и просто берем его так крутим крутим наматываем она вокруг вращается все у вас вверху получается петелька в эту петельку продевайте свой конец шнура не затягиваете все очень удобно особенно когда зима холодно руки замерзают вообще элементарно накрутил смочил затянул количество оборотов вообще не влияет там просто взял и крутанул она обмоталась вокруг и все и даже нанофил на 0 2 на 0 4 8 и на этом узле очень прекрасно держится поэтому пробуйте привязался поставил такую приманочку называется ариель с украинской группы джига дрыга когда-то давно заказывал тоже уже наверно год назад так и лежат посмотрим карамельный цвет то что мне нравится ну и что-то типа какой-то там танточки с двух хвостиком на конце посмотрим понравится ли рыбки такая приманка нет то вернемся снова на гонзу вон за себя отлично показывает своей мягкостью поведением в игре в воде посмотрим ну два грамма прям под здешние условия то само то и не быстро падает на дно я успеваю провести в пилой его поклевка успела проводить в пилогике приманочку не касаясь дна то же время достаточно загружается ну давай даешь ты уже о малыш недостаточно то место чтобы грузик погрузился в воду двухграммовый пилогический джиг так вновь поставил гонзу за место карамелевой ариели все-таки гонза гонза прям мне вообще очень понравилось своей мягкостью и гручестью под водой прям вообще анимация там классная просто у них соблазнительная для рыбки опачки его на хвостике виси даже за крючок не заглотил вот это я говорю гонза вообще рулит прям очень классная приманка не реклама а просто свои впечатления свои выводы от приманочки прям вообще шикарно хороший хороший о сойдет не сойдет сойдет не сойдет сойдет не сойдет не сойдет не сойдет в общем блин . шикарно работает но все пошел дальше я тут могу так и простоять все полтора часа я и так уже наверно тут минут 30 просто просто я в общем если что на обратном пути заскочу еще несколько забросов сделаю надо надо хотя бы еще немного про и прогуляться блин остается у меня буквально полчаса ну-ка здесь коса мелкая песчаная сейчас попробую кому-то из травы выманить чтобы он на этой песчаной уже отмели на поклевку вышел есть сработало такой полосатый видно ковер травы метрах 7 10 и потом такой и так просто из песка ну поклевочка ба да не за таким окунем я сюда шел конечно в надежде половить но что есть то есть крохот времени все меньше меньше он откусил не половина приманки еще вдобавок вот злый день пищука ты отгрыз мне вот такая вот шняга осталась так быстренько меня приманку в общем буду помаленьку все равно заканчивать рыбалочку в общем ребят для тех кто досмотрел до конца дайте мне какую-нибудь ссылочку на комп магазин где можно купить нормальных хороших острых крючков с ушком которая бы налазила бы на чебурашки с проволокой там 04 05 не знаки там проволоки чебурашек 06 главное хорошая если они будут еще и тонкие на тонкой проволоки острые блин вообще шикарно только пожалуйста не или экспресс ждать оттуда пока это все придет уже придет зима а кем там местные магазины российские там спиннинг лайн там еще что-нибудь что там на слуху есть хорошие тоненькие острые крючочки если они еще будут большим ушком еще и безбородая джиговая вот это вообще будет шикарно в общем отлично половил все кончается на шнур у меня все выбросить я дальше проверить окушков на выбросе двумя граммами не могу потому что у меня здесь уже связан я не знаю он там связан узелком с юджиком или просто мне вот от нанофила наклеена такая штучка чтобы узелок там не цеплялся кто его знает отрывать не буду проверять даже там узелок то это на зацепе все равно все оторвется и останется под водой в общем надо будет подмотать шнура обзавестись крючочками острыми хорошими было бы признательность накидайте ссылок на магазины с такими крючочками будет классно с попробуем из-под того берега из камней кого-нибудь выманить на поклевку из-под набережной есть с противоположного берега мелюзга в общем все за end последняя рыбка небольшая микро окушок но ну рыбка в общем все до новых встреч в общем когда-нибудь еще выскочу еще по ней походить с микрухой были прекрасно понравилось ходить окушков искать но нужны хорошие крючки в общем все до новых встреч ребят пока пока или не пока или еще одна проводочка но вот последняя до самое самое крайне это такой же все теперь точно пока все время нету до новых встреч ребята